городском саду есть такая природная достопримечательность которой собственно говоря позавидует любой парк нашего южного федерального округа знаете вообще кто такой шаляпин юрий шаляпин что пришел на что ты сюда приперся без хлеба почему такой уток не кормить смотрите как они на вас смотрят не хватит на все привет друзья это новый выпуск южанина в котором мы погуляем походим побродим который я бы посвятил знаете кому наверное все таки нашим мамам бабушкам и дедушкам и папам темы кто переехал недавно в краснодар и кто еще не знает краснодар досконально и хочет узнать где же можно погулять и что-нибудь такого исторического посмотреть чтобы было уютно комфортно и интересно вот натолкнула мне на мысль моя мама мама привет она сказала как какой городской сад я не знаю такого парка в краснодаре вот сейчас вы узнаете про парк который находится в самом центре кубанской столицы добраться до него очень легко это южанин и мы начинаем в 1848 году началась история этого парка князь воронцов поручил создать в крупнейших городах южного федерального округа того времени сады по которым можно будет прогуливаться где можно будет отдыхать в екатеринодаре на выбрали место в лесу недалеко от реки кубань и собственно говоря с этого момента и началась история этого замечательного места здесь выращивали виноградники фруктовые деревья и после этого отправляли по всем городам и станицам весям нашего замечательного региона для того чтобы там тоже попробовали вкусные сорта плодово-ягодных всевозможных наших вот растений если же мы говорим про парк сейчас современный то он условно делится на несколько таких секторов вот сейчас вот мы идем по пустынной картиной галереи которая в полную мощь работает выходные дни здесь висят картины художников которые выставляют здесь свои вот произведения искусств для того чтобы вы прошли посмотрели полюбовались и возможно даже приобрели дальше у нас идет сектор это качели карусели куда без них есть даже сцена с танцплощадка есть площадка где танцуют взрослые люди старшего поколения поэтому я и рекомендовал посмотреть этот выпуск нашим мамам папам и дедушкам бабушкам потому что здесь собирается большое количество людей очень красивых очень веселых которые отдыхают наслаждаются жизнью что касается еще одного разделения то я бы назвал такую прогулочную зону которая представляет из себя аллея с несколькими фонтанами фонтаны к сожалению в убитом состоянии вообще парк нуждается в реконструкции в глобальной реконструкции я очень надеюсь что когда-нибудь да а у администрации найдутся деньги для того чтобы сделать красоты здесь побольше побольше благоустроить хватит разговаривать пойдемте смотреть любоваться старейшим парком нашего города одна из аллей парка начинается вот такой стелы посвященная погибшим жителям екатеринодара в годы гражданской войны здесь есть и буденовка и папаха то есть учли память всех и красных и белых потому что гражданская война все-таки это такое тяжелое наследие с которым нужно мириться и к сожалению страдали все наши соотечественники вот она одна из достопримечательностей городского сада называется казачья горка ротонда беседка однако нужно понимать что никакого отношения к казакам это место не имеет ну по крайней мере так считает историк виталий бондарь он резко раскритиковал это название потому что ну не могло быть здесь по определению никакой вышки никакой горки ничего такого потому что в этом месте была одна из стен собственно говоря крепости екатеринодарской но казачья горка можно считать пусть это будет пусть это будет современным названием почему бы и нет причем вот несмотря вот на вот эти вот все вот недочеты вот видите вот отколпалась уже плитка в достаточно плачевном состоянии сама ротонда хочется сказать что она была совсем недавно отреставрирована да 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 вот эта самая ротонда была отремонтирована и приведена собственно говоря в такой презентабельный вид но недолго она в этот самый вид держала потому что посмотрите что произошло видимо подрядчик все-таки не столько заработал сколько хотел и чтобы хоть как-то покрыть свои издержки он решил наш на чем-то сэкономить может быть даже наклеить для плитки хочется выразить вот такой вот время поставить вот такой дизлайк тем современником моим юным жителям краснодара которые приходят сюда и как их далекие далекие предки оставляют наскальные всевозможные надписи фломастерами благодаря им мы знаем как зовут тех людей которые не берегут нашу историю вот и вот вот эти всякие надписи здесь появляются ну кроме привычных всем там не знаю там никита плюс лиза здесь есть такая прям вопрос вопрос что это за дерево клен 26 сентября оставил сообщение некто не подписался хотим спросить у вас что это за дерево зрители кто знает пишите пожалуйста в комментариях но мы идем дальше если смотреть сверху от ротонды то открывается потрясающая панорама на сад на частичку его и такую аллею в засаженную розами красивыми деревьями и уставленную лавочками для того чтобы вы приходя сюда могли посидеть в тени больших деревьев почувствовать благоухание цветов ну и просто отдохнуть и это несмотря на то что находится сам сад в окружении шумных магистралей да конечно его размеры не дают возможности полностью отдохнуть от шума мегаполиса но но все равно здесь можно найти уголки которые позволят расслабиться и почувствовать уединение скажем так природа нет не так остаться на лоне природы почувствовать и уйдем вдали от городского шума блин у меня просто уже язык заплетается от всей этой красоты а а Не хочу быть занудой, но очень хочется этот парк, знаете, помыть, покрасить, хотя вы можете увидеть даже на наших кадрах, как за ним следят садоводы, как его подрезают, как его чистят, но вот именно подобные архитектурные сооружения, ротонды, всевозможные беседки, смотровые площадки, они нуждаются в постоянном-постоянном уходе. Я не знаю, с чем это связано, я как человек, который строит дома, если вы не помните, да, вот здесь вот ссылочка на то, что мы строим, что мы делаем, я не могу понять, неужели трудно купить хорошую краску, моющуюся, один раз покрасил ее в три года, и все, если какие-то проблемы, производителя краски за шкуру, и пусть он отвечает. Ну а тут же краска какая-то убогая, все, штукатурка летит, да что ж такое, что же вы делаете-то? При этом, очень большой минус конкретно этого парка в том, что он буквально заставлен всевозможными коммерческими палатками с едой, какими-то аттракционами и прочим-прочим-прочим, за что коммерсанты платят парку деньги. Да-да-да, здесь нет бесплатного туалета, здесь нет, соответственно, бесплатного какого-то там, не знаю, там общепита, ну и как бы это и нормально. Но куда идут эти деньги? Неужели все эти садоводы, все эти озеленители столько получают, что не хватает на то, чтобы привести в порядок вот это вот? Не знаю, не знаю к вам вопросов, дорогие и уважаемые наши чиновники. А пока приходится выбирать ракурс, чтобы на фото, встав и сфотографировавшись возле подобной беседки, вот подобное не попало в кадр. Но это сделать практически невозможно, все беседки, все столбы, все одинаково облуплено и пошарпано. Но зато вокруг природа, природа красивая. Да-да-да-да, там утки и гуси. Сейчас туда пойдем. Как вам парк? Ну хорошо, последние, наверное, года два вот лучше стало. Привели в порядок газоны, потому что до этого как-то было... Вы местная жительница? Ну, нет, не совсем, 6 лет. Откуда вы переехали? Вообще в Саратове родилась, жила, потом в 5 лет в Москве и вот в Краснодаре 6. Вот сразу хочется спросить у вас, как у, ну, знаете, Панаеха, вот, насколько хорошо в Краснодаре, насколько стоит менять столицу на столицу Кубани? Ну, тут хорошо именно с детьми, наверное, так гулять, зелень немного, теперь уже парков больше стало у нас. А в Москве, ну, Москва, наверное, больше для работы. Ну, так, после жизни здесь. Если говорить про самые главные минусы, которые вот у вас сложились после жизни в Краснодаре, после 6 лет. Здесь какие минусы? Да, пробки. Вот, это говорит человек из Москвы, понимаете? Ну, летом тем более, на море пробки, это невозможно попасть. Даже сейчас мы вот в сентябре ездили и стояли под горячим ключом часто, хотя уже, казалось бы, холодно. Вот так, а вы думаете, переедем в Краснодар, риэлторы вам все говорят, 2 часа до моря, все нормально там вообще. Нет, ну, на самом деле вы должны быть объективны, что все-таки таких, как вы, становится больше, пробок, соответственно, прибавляется. И все из-за нас, да. И из-за нас тоже. Скажите, пожалуйста, все-таки парк, городской сад, что здесь нужно посмотреть? Ради чего сюда нужно ехать жителям, которые живут в элитке, в панораме, у них свой парк? Ну, у нас главное с ребенком посмотреть на колесо, обозрение, он всегда его издалека видит. И уточки, покормить уточек, а так просто гуляем дальше. Ну, хорошо, тогда, если говорить про, вы же наверняка во всех парках Краснодара? Ну, да, наверное, да, во всех. Самый топовый парк, парк Краснодара, отметаем. А, ну, если после Краснодара, ну, наверное, городской, да. Этот, чистяковка, мы еще любим, из-за белочек. Везде хорошо. Вот так вот, друзья. Попали аккуратно на завтрак. Здравствуйте. Снимаем про ваш прекрасный городской сад. Я не снимаюсь, я не фотогляю. Вы прекрасно выглядите. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, как, вернее, вы распределяете рацион? Вот сегодня у них белый хлеб, да, у голубей? Что они больше всего любят? Не знаю, я не обнеполю. Что нужно посетить, если первый раз пришел в городской сад? Куда пойти? Весь обыкновен. Вот. Всего 16 гектаров. Идите, гуляйте, по пути можете покормить голубей, утя. А почему вы так уток не кормите? Смотрите, как они на вас смотрят. Не хватит на все. Правильно. Правильно. Еще чего-то. Сегодня голубям повезло. Приехать в городской сад и не покормить гусей, утей и прочих голубей, это может себе позволить только Сергей Южанин. Потому что, ну да, потому что я не предусмотрел вот этот момент и не взял с собой хлебушек и не побросал уточкам. Слышите? Вот они вот переживают из-за этого. Что пришел? Что ты сюда приперся без хлеба? Я же здесь хочу с вами обсудить тот момент, который очень часто делит людей на два лагеря. Одни. Нельзя кормить уток хлебом. Нельзя. Это вредно. А другие. Да как же так? Это же так прикольно, побросать хлебушек уткам. Друзья мои, никаких вот прям реальных противопоказаний для того, чтобы кормить пернатых нет. Конечно, будучи в дикой природе, они не едят багеты и серый хлеб местного хлебзавода, потому что это все-таки дикая природа. Но здесь, здесь вот эти жирные, кричащие, горластые пернатые утки и гуси, они к этому привыкли. И как же их не подкормить зимой суровой, даже нашей краснодарской зимой? Сейчас, конечно, жители Урала рассмеялись суровой. Но да, у нас тоже холодно бывает и голодно бывает тоже для вот этих вот прекрасных созданий. Поэтому кормить можно. Это доказано, это не возбраняется. Утка, собственно говоря, сама поймет, когда ей уже надо будет останавливаться. Если вдруг вы не согласны, пишите, пожалуйста, аргументированно. Вот. А если вы поддерживаете меня, ну, тоже пишите. Давайте пообщаемся в комментариях. А кто прям вот вообще противник, тот может загуглить. Можно кормить уток, гусей и прочих. Эх, ну как я, как я мог прийти и не взять хлеб, а? Ну как? Жирный смотрит на меня со злобой. В одном из городских пабликов недавно была поднята такая банальная простая тема. Почему лавочки в этом месте, в этом парке отвернуты от водоема и мы сидим и лицезреем, собственно говоря, какие-то непонятные торговые палатки? Одни говорят, да нет, давайте развернем. Поступило альтернативное мнение. А давайте все-таки подумаем о том, что здесь сидят в основном мамочки с детьми и как же уследить за ребенком? Если ты будешь смотреть туда, то ребенок будет здесь, а может быть он побежит туда, где-то занырнет гусям, утям и прочим. Я же считаю, мое личное мнение, что лавочки должны быть повернуты сюда и еще они повернуты туда. Лавочек много не бывает, тем более в таком популярном месте, тем более в таком красивом месте, месте, где хочется гулять, смотреть, отдыхать с детьми и любоваться природой. И почему бы не сделать вам чуть побольше лавочек, чуть побольше, поуютней, как-нибудь покомфортней что ли? Потому что, ну это уже такое, знаете, как бы старину надо беречь, но лавочки нужно периодически менять, делать их немножечко более, скажем так, комфортными для тех, кто на них сидит. Может быть с этой стороны пойдут такие, старинные, массивные, а вот с другой стороны можно было бы и поставить в форме лежаков, как сделано в парке Гарецкого, либо как сделано в новом парке набережной Дмитриевской дамбы. Мы нашли людей, которые впервые пришли в самый старый парк Краснодара. А если не секрет, откуда вы приехали? В Сочи. В Сочи? Вы приехали в Сочи, в Краснодар, ну понятно, по своим делам. А почему именно этот парк? Даже не знаю, просто красиво понравилось. Наверное, да. Сразу такой вопрос, слободневные. Припарковались нормально? Нет. Вот, вот, друзья, если вы живете в Краснодаре, все-таки воспользуйтесь общественным транспортом, либо такси, потому что, ну здесь очень долго будете кружить, чтобы встать нормально. Вот, это практически нереально. Что у вас, вы только-только зашли? Да. Только зашли, да. Что сразу бросилось в глаза? Очень красиво. Ой, голубей много. Вы знаете, на самом деле, это же жители самого, наверное, красивого нашего южного города. Ну давайте быть объективным. Сочи, там же у вас дендрарий. Да, есть. А получилось, да. А есть ли у вас теперь желание переехать, может быть, в Краснодар? Есть. Серьезно? Серьезно. А почему? Не знаю, наверное, в Сочи просто отдыхать хорошо, когда живешь очень сложно. Вот, друзья, послушайте, пожалуйста. В Сочи хорошо отдыхать. Послушайте и поставьте нам лайки, потому что вот кроме настоящих жителей Сочи, вам правда никто не скажет. Риэлторы все вам расскажут, что там очень хорошо. Ну не что, что квадрат стоит полмиллиона рублей. Это же Сочи. Вы смотрели на город, ну так уже, может быть, как-то более детально, какой-то район рассматривали. Краснодар? Краснодар, ну, наверное, это все-таки пригород, не сам город. Не центр города, а пригород. Какой? Ну, в данном случае родители переехали в Знаменский. Уже есть какие-то отзывы там? Хорошо, плохо? Мне нравится. Нравится. Про Знаменский мы обязательно еще снимем. Вот, вы посмотрите. Южанин покажет. И заключительный вопрос. Вот на ваш взгляд, если вот посмотреть на Краснодар с точки зрения приезжего человека, с точки зрения человека, который хочет сюда переехать, чего в городе не хватает? Что еще нужно городу для того, чтобы больше людей полюбили его? Ну, сложно сказать. Ну, наверное, разгрузить город от пробок, дать возможность все-таки побольше, чтобы он был. Ну, и дороги. Вот так вот, друзья. Вот так вот. Вот она вся правда современного города. Ну что, понравился вам городской сад Краснодара? Мне тоже очень нравится. Но если у вас возникло прям дикое желание жить рядом с этим местом, вы запросто можете его исполнить. С правой стороны от меня располагается старый многоквартирный сектор. Хрущевки, трехэтажки. И здесь стоимость квадратного метра примерно 110 тысяч рублей. Но это все маленькие квартирки малогабаритные. Двушки по 42 квадрата, однушки 30 квадратов. Естественно, старый фонд, но некоторые отреставрированные, имеют даже новую кровлю. Вот, поэтому, если вы вдруг захотите переехать в Краснодар поближе к этому месту, то будьте готовы выплатить где-то примерно 4 миллиона рублей за двушку. Где-то 4 даже с половиной, потому что тут надо понимать еще, что от состояния недвижимости очень многое зависит. И если уж вам прям захочется жить в более комфортных условиях класса VIP, то есть и такие предложения, они находятся чуть дальше, чуть глубже, ближе к началу улицы Красной. Там целый такой, знаете, сектор новостроек премиум класса. Там стоимость жилья, конечно же, намного выше, ну и планировка намного лучше и площадь квартир намного больше. Там вы 4 миллионами вообще никак не обойдетесь. Там все будет начинаться от 7 миллионов рублей. Вот такие вот цены. Вот за это придется платить. А здесь же я хочу еще обратить ваше внимание на то, что припарковаться в этом месте замечательном очень сложно, как мы уже выяснили с нашей предыдущей героиней, потому что это просто нереально. Потому что большое количество людей сюда едут в будни, в перинатальный центр, в суд, в офисные здания, которые тут же расположены. И поэтому просто на всех парковочных мест не хватает. Если вы захотите приехать прогулять, то будете очень долго кружить в надежде, что когда-нибудь вам все-таки освободит место отъезжающий автомобиль. Вот такие вот нюансы, которые нужно иметь в виду. Все-таки общественный транспорт рулит. Тем более здесь есть трамвайные пути, которые вот как раз-таки вот один из трамвайчиков. Кстати, новенький, прикольненький такой едет. Здесь двойка, четверка проходят. У них там дальше конечная остановка. Поэтому если вы вдруг захотите сюда приехать с комфортом, без пробок, то выбирайте трамвай. За моей спиной на реставрации знаменитый амфитеатр городского сада. Вот чем он знаменит? Ну, по крайней мере, тем, что он есть. Есть в виде такой небольшой сцены, деревянных сидений. Ну и, собственно говоря, своего возраста. Вообще в городском саду в свое время пел даже великий шаляпин. Да-да-да, тот самый. Здесь когда-то на таком опен-эйре радовал всех своих поклонников красотой своего голоса. Сейчас же здесь крупных таких звезд не выступают. Здесь больше наслаждаются отдыхом и между собой коммуницируют наши с вами бабушки, дедушки, папы и мамы. Это одно из немногих мест в Краснодаре, где собираются по воскресеньям люди более взрослые, преклонного возраста и устраивают свои танцульки. На зависть нам, молодым своей раскованностью. Ну и просто это же здорово, когда люди находят подобное место для того, чтобы просто отдохнуть душой и телом. Знали ли вы, что здесь когда-то выступал не Моргенштерн, а Шаляпин? Знаете вообще, кто такой Шаляпин? Ну, этот. Как его? Юрий Шаляпин? Юрий Шаляпин, вот, вообще, на самом деле, если говорить про городской сад и про его достопримечательности, куда надо в первую очередь пойти? В магазин «Славица», там дешевое мороженое по 10 рублей. Вот так вот, ну и все, что ли? Мы бедные студенты. Кстати, вы студенты? Да. Как у вас вообще жизнь складывается в Краснодаре? Насколько она кайфовая? Насколько вообще реально студенту жить в Краснодаре? Недорого? Я не в Краснодаре живу, я живу в Адыгее. Вот. А учить и здесь? Да. В Краснодаре дорого жить. А учиться как? Нормально? Нормальные знания дают и не знают? Да, это отлично. Мне нравится образование. Преподы нормальные, толковые хоть? Да. Не сильно там это зажимают? Нет, нормальные. Краснодар вообще нормальный город для студентов или нет? Только честно. Ну, мне нравится. В отличие от маленьких городов каких-нибудь, Адыгеи, есть куда сходить. Да, приезжайте в Краснодар. Нет, ладно, не приезжайте, у нас людей много уже, спешка. Вот так вот, взяла просто и вот обрезала. Приезжайте в Краснодар, поживите, подумайте, оно надо вам или нет, пробки эти, вот эти невозможные, вот эта духота летом. Студенты, которые ходят вот тут. Соконфенды. Ну, улыбнитесь. Да что там парк Краснодар? Пф, дендрарий какой-то. В городском саду есть такая природная достопримечательность, которой, собственно говоря, позавидует любой парк нашего Южного федерального округа. За моей спиной, вот он, вот он буквально вот так вот выглядит, вековой дуб. Думайте, вековой дуб. Сто лет, ну и что? Тысячу шестьсот шестидесятых годов. Посадка этих дубов. Всего их здесь четыре. Тысяча шестьсот шестьдесят четвертого года. По-моему, так вот датируется точно время, когда начал расти этот великан. Он вырос, он до таких огромных размеров. Сейчас, конечно, дедушка заботливо огорожен, чтобы к нему не подходили, чтобы он не навредил никому, и чтобы ему, самое главное, тоже не навредили. Дуб, который старше Краснодара. Кто его посадил? Может быть, какой-то знаменитый черкес? А может быть, это просто желудь, случайно уроненный лапками какой-то птички, дал вот такой вот всход? Неизвестно. Но то, что есть такая достопримечательность, что она выжила за все эти ужасные годы, которые были на веку нашего любимого городского сада, это уже круто. Вы только представьте, он пережил гражданскую войну, он пережил Великую Отечественную войну, он, да вы посмотрите, просто вообще, он до сих пор даже перестройку пережил, развал Союза и прочее. До сих пор цветет, не, растет и зеленеет, и нас радует. Ну да, ну да, ошибся, ну да, скажем так, прибавил ему еще 6 лет, ну ничего страшного, ничего, знаете, какая-то не очень большая разница, там, 4 года, 6 лет плюс-минус, когда цифра вот такая вот. Круто. Видимо, за строчки Краснодара и сюда добрались, и кирпичом попытались заделать брешь в вековом дереве. На самом деле, будем надеяться, что это сделано с целью сохранения самого ствола, чтобы туда не попадала никакая, вот, птица там ничего-то себе не свела, и какие-то червячки ничего там не прогрызли. Вот. Если вы знаете ответ, почему решили сделать подобную, скажем так, защиту, пишите комментарии. Вот Леха только что сказал, я не знал, что тут такие дубы, может быть, это неправда, но звучит как фантастика, на самом деле, потому что, ну, елки-палки, Краснодару там сколько лет-то, там, 300 даже нет, Южному федеральному округу в Севун тоже, а там дуб 1670 года. А как вам вот такой красавец-великан, который 1440 года? Но, друзья мои, надо же не забывать, что мы живем в век айфонов, тесл и уникальных биотехнологий. Сейчас можно узнать возраст дерева, даже не пиля его и не считая кольца. Долго бы пришлось считать. Еще раз, за моей спиной еще один великан 1440 года выпуска. Вот так, из желудя. Вот, вот, пожалуйста, вот такие достопримечательности и радуют глаз. Это практически, знаете, сравнимо с Казанским Кремлем. Древним, красивым, старым. Вот, памятник об архитектуре, а это памятник природы. Вот так вот. Поэтому, если вы, друзья, поведете гулять своих, собственно говоря, гостей из других регионов, если вы захотите похвастаться, вы сначала покажите им парк Краснодар. Вот он какой крутой, современный, вот он какой прям хай-тек и все такое. Да, это действительно так. А потом, а потом привезите сюда, чтобы они прикоснулись к истории. К многовековой истории. Слушайте, ну, хорошо. Про бабушек мы поговорили, что им здесь есть, где потанцевать, погулять. Про просто людей, которые пробегают по его аллеям, аллеям городского сада, мы тоже упомянули. Но здесь же еще и классно с детьми. Классно, но дорого. Немножечко так, знаете, необоснованно дорого. Объясню. За моей спиной очень много аттракционов разного формата, разной направленности. Сделано все для того, чтобы ваши детки были в восторге. Но цена, в принципе, приемлемая. Единственное, что неприемлемо, это все-таки состояние самих аттракционов. Нет, я не говорю, что они прям убитые, там, ушатанные и все такое. Нет. За этим следят. Все это понятно. Безопасность, прежде всего. Не такие они современные. Знаете, ощущение, что приехал когда-то в 1996 году Лунопарк в Краснодар. И так и остался здесь. Ну, нет, нет, нет ничего такого, чтобы прям, вот знаете, ух, вот, чтобы было прям круто. Чтобы вот прям отдал там даже 300-500 рублей. И думаешь, ох, пощекотали нервишки. Ну, или ваши детки вообще в восторге. Все как-то, ну, как-то вот такое вот обыденное. Ничем не отличается от подобных аттракционов, небольших городков нашего региона, да и не только нашего. Но очень круто, что здесь есть пункты велопроката и всевозможных веломобилей. Вот, берете велосипедик, не знаю, там, автомобильчик на тяге педальной. И все, и едете, смотрите все достопримечательности парка, дышите свежим воздухом и получаете удовольствие. Да, люблю я Краснодар за его погоду. За то, что он на юге, да вообще за все. Краснодар лучший город. Огромное колесо обозрения. Высота 52 метра. С верхней точки виден весь город как на ладони. Вы сейчас в этом убедитесь. Нет, подниматься мы туда не будем, но вы посмотрите это с помощью нашего коптера. Именно такой огромной, яркой я и хочу сделать точку в этом выпуске. Нет, знаете, сделаем многоточие, потому что есть еще про что рассказать в Краснодаре. Я же вам рекомендую сначала подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну и предложить ваши темы для новых выпусков Южанина. Пишите их в комментариях. Ну, пока, пока.